МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Губернатор Рязанской области Олег Ковалев поручил компенсировать рязанцам превышение средних тарифов на услуги ЖКХ. Глава региона отметил, что в основном тарифы не превысят средний предел, установленный для региона, это 13,2%. В ряде муниципальных образований и по отдельным видам услуг они могут отличаться от среднего значения. Это зависит от набора коммунальных услуг, их объема и тарифов естественных монополий, таких как энергетические и газовые, а также наличие приборов учета. Я внимательно посмотрел всю эту тему. И в связи с тем, что рост реальных доходов населения замедлился в этом году, это мы должны признать с вами, считаю, что гражданам нужно компенсировать превышение по минимальному пределу, которому мы можем, и который позволяет нам федеральная служба по тарифам. То есть, если общий рост составляет 13,2% в среднем по Рязанской области, то минимальный предел, который может быть, составляет 8,9%, он установлен федеральной службе по тарифам. В прошлом году мы с вами отработали эту систему, она неплохо себя показала, люди обращались и получали компенсации, Минсоцзащиты отработал механизмы все. У нас в этой схеме с тем, чтобы снизить количество всяких бюрократических там процедур, у нас МФЦ работает в этом вопросе, занимается приемом документов так, и службы Минсоцзащиты. Состояние городских дорог – тема актуальная всегда. Наверное, практически каждый знает свой особенно труднопроходимый участок. Один из таких – мост через реку Павловка на Московском шоссе. Специалисты гарантируют, благодаря новым технологиям, которые используются при его ремонте, простоит без нареканий еще 25 лет. Какие цифры еще услышали журналисты и что за ними стоит, смотрите далее. Изначально законным о бюджете региона на ремонт городских улиц было выделено 345 миллионов рублей, позже еще 50. Таким образом, в 2015 году в Рязани ремонтные работы будут выполнены почти на 30 участках различных улиц. Естественно, эти деньги распределены по тем объектам, по которым были наибольшее обращение со стороны граждан. Данная программа была рассмотрена на заседании администрации города Рязани и утверждена в составе программы дорожного хозяйства города Рязани на текущий год. Порядок планируется привести улицы Зубковой, Солнечную, Советской армии, Черновицкую, Керамзавода, Прижелезнодорожную, Гоголя и ряд других. С их полным списком можно ознакомиться на сайте администрации Рязани. Также Шаукат Ахметов отметил важность ремонта моста через реку Павловка. Приглашенные экспертные организации осмотрели его и предложили использовать технологию восстановления без разбора опорно-балочной системы. Таким образом, движение по Московскому шоссе не прекратится, хотя и будет ограничено. Завершить работу планируется к 1 сентября. Также Шаукат Ахметов остановился на поручение губернатора компенсировать рязанцам повышение тарифов на услуги ЖКХ в той части, где тарифы превысит максимум, установленный для региона. По словам Ахметова, если сумма фактических платежей за оказанные услуги в сфере ЖКХ превысит средний индекс платы граждан за коммунальные услуги, который составляет 8,9%, они будут иметь право на компенсацию. Если гражданин платил в июне определенную сумму денег за коммунальные платежи, с июля в связи с изменением тарифов, платежи его вырастут. При этом рост выше 8,9%, все, что выше 8,9%, государство в лице правительства Рязанской области будет гражданам компенсировать. Компенсация будет носить заявительный характер. Любой гражданин Рязанской области, проживающий на территории Рязанской области, имеет право обратиться через МФЦ в органы социальной защиты с просьбой компенсировать или вернуть часть средств, которые он уплатил за коммунальные услуги. На пресс-конференции был поднят вопрос о реконструкции гидроусла Кузьминск в Рыбновском районе. «Подрядчик очень дисциплинированный, четко выполняет график производства работ, так вот у него по графику производства работ первый пропуск судов через шлюзовое хозяйство намечен на 26 июня текущего года». Гидроузел Кузьминск – один из главных объектов на Оке. Его ввод в строй с нетерпением ждут все регионы, по которым проходит эта река. К другим темам. Чем хороши турниры по настольному теннису? Для них не нужны сложные сооружения и большие пространства. Ценные качества, когда периметр и без того очень ограничен заборами с колючей проволокой. Марина Комиссарова побывала, но не задержалась в местах не столь отдаленных. И там есть свои спортсмены. Хотя настольный теннис – вид спорта непривередливый и больших пространств не требует, турнир среди исправительных колоний Рязанской области должен был состояться под открытым небом. Но погода внесла свои коррективы. В вмещении клуба ИК номер 2 встретились шестеро спортсменов. Каждый из них перед этим решающим соревнованием уже стал лучшим, выиграв внутренний турнир в своем исправительном учреждении. Спортивные соревнования проводятся во всех учреждениях Рязанской области согласно плану культурно-массовых спортивных мероприятий. В данном случае такие планы предусмотрены воспитательным процессом, отделом по воспитательной работе УСИН России Рязанской области. Соответственно, первоначально проходят отборочные туры на базе колоний по отрядам, по центрам исправления осужденных. Ну, здесь я выиграл по колонии первое место. Сейчас между колониями будем соревноваться. То есть именно потому, что вы выиграли, вы получили право представлять свою колонию. Валерий, за вас кто-нибудь придет? Сейчас приду, сейчас работаю. Вернуться и придет. Кроме специфики места проведения, турнир ничем не отличается от стандартных спортивных соревнований. Соревнования проводятся не первый раз. Мне уже приходилось однажды судить здесь соревнования. В нынешних соревнованиях участвуют победители внутренних соревнований каждой колонии. То есть от каждой колонии один участник. И они определяют победителя в Рязанской области, среди исправительных колоний. Сами соревнования практически ничем не отличаются от любых других соревнований. Правила соревнований одни и те же. По словам Николая Зотова, около 80% осужденных занимаются спортом. А в колониях, в свою очередь, создают все необходимые для этого условия. У нас есть свой спортгородок. Наличие спортивной базы, спортинвентарь, соответственно. Для проведения футбола, хоккея у нас есть спортплощадка. В зимнее время она, соответственно, заливается. Ну, для проведения хоккея. Ну, а летом, соответственно, естественно, футбол. Да, я занимаюсь на спортгальдке. Занимаюсь, собственно, жалецом. Болди-билдинг. В настоящее время у нас, как бы, проходит просто эксперимент на базе УФСИН России по Рязанской области по созданию проекта Центра исправления осужденных. Первоначально, соответственно, создается внутренняя команда по Центрам исправления осужденных среди участников. По осужденным, соответственно. Выявляются наиболее сильнейшие подготовленные осужденные, в данном случае по анастольному теннису. И выявляются в ходе проведения турнира по конкретному исправительному учреждению лучшие. Исправительные центры для осужденных нововведения, которые позволяют четко структурировать систему общения с осужденными. В каждом таком центре есть социальный работник, психолог, организатор спортивных мероприятий и другие специалисты. Внутри, например, исправительной колонии номер два, где сегодня состоялся турнир, таких центров пять. В преддверии долгожданного отпуска многие по-иному начинают смотреть на криминальные сводки. Вероятность того, что упадет самолет или поезд сойдет с рельсов, разумеется, невелика. Но и к таким ситуациям лучше подготовиться заранее. Обучаться правильно, реагировать на пожар в вагоне и оказывать первую медицинскую помощь мы делегировали Романа Дворецкого. Поезды не так часто сходят с рельс без особой причины. Как правило, такого рода аварии на железных дорогах случаются по причине отказа автоматики и телемеханики. Нельзя списывать со счетов и человеческий фактор. На этой неделе сотрудники МЧС и РЖД провели учения, отработали действия в случае ЧП на железной дороге. Кстати, с планом у нас каждый год проводятся практические учения. Сейчас вы слышали представители РЖД, что они уже планируют ежеквартально проводить данные учения. Мы, в принципе, готовы вместе с ними отработать наши действия, чтобы, не дай бог, прикрепить на происшествие быстро и в качестве строки ликвидировать в том ситуации. По сценарию на одном из участков железной дороги на территорию области пассажирский поезд столкнулся с товарным. В результате произошла утечка нефтепродуктов и начался пожар. Вот только паника среди пассажиров, к счастью, тоже согласна режиссерскому замыслу. Приятно сообщить, что даже в этой вымышленной ситуации жертв не оказалось. Каждый второй пешеход сетует на поведение водителей. Летят на красный, не пропускают, заняты телефонной перепиской в то время, когда нужно следить за дорожной ситуацией. Но вот парадокс. Стоит сменить статус пешехода на владельца автомобиля, как люди автоматически переходят уже в другое сообщество возмущающихся, где всех раздражают нерасторопные мамы и старушки на зебре, подрезающие таксисты и медленные светофоры. Раньше абсолютно во всех автошколах первое занятие начиналось словами «машина – средство повышенной опасности, независимо от того, по какую сторону салона вы находитесь». Печальные дорожные сводки изучала Дарья Смирнова. Личный автомобиль все чаще становится причиной трагедии во время отдыха на природе. Так в ночь на 16 июня автомобилист наехал на спящую в траве шестилетнюю девочку. Сотрудники полиции выяснили, что компания с детьми отдыхала в лесу недалеко от поселка Александра-Невский. Мужчина, возвращаясь из магазина, не заметил спящего ребенка. В результате происшествия девочка попала в реанимацию. Другой случай произошел в Спасском районе. «Я начала торможение, притормозила, включила левый поворотник, чтобы повернуть налево, так как мы ехали за грибами. Соответственно, и дальше я не успела ничего понять, и как вот у меня был толчок. И единственное, что я увидела это в зеркало, в зеркало, в левое зеркало, что просто клуба дыма». По данным ГИБДД, автомобиль Hyundai Solaris в результате столкновения с этой машиной слетел в кювер. Двое сидевших на заднем сиденье детей получили травмы и были доставлены в больницу. Однако путешествие не на автомобиле, а на общественном транспорте тоже может обернуться бедой. «Ехал со стороны Новоселок, впереди Лексус ехал, но он остановился, пешеход в неположенном месте переходил. Как бы он остановился, а я не успел остановиться. Я на тормоз нажал, и меня машина повело. Хотел уйти от удара? Да, хотел уйти от удара, и, получилось, ушел в остановку». В результате наезда на остановку в селе Дядька в Рязанской области пострадало три человека, в том числе и пятилетний ребенок. Все эти происшествия связаны еще одной страшной закономерностью. От невнимательности взрослых автомобилистов страдают в первую очередь дети. А вот следующую информацию неплохо запомнить тем, кто предпочитает кататься под градусом. Пьяным водителям подготовили камеры. С 1 июля 2015 года за сам факт езды в нетрезвом состоянии можно будет отправиться за решетку. Если после такой поездки кто-то оказался под колесами авто, готовьтесь отсидеть обязательный тюремный срок. В случае ДТП с одним погибшим минимум два года тюрьмы. Если жертв больше, не меньше четырех. Также законопроект вводит новую статью. Если нарушитель будет повторно пойман в течение года после возврата водительских прав, ему придется понести уголовную ответственность. Если при ДТП с жертвами снова откажется от медицинского освидетельствования, пойдет под суд как нетрезвый. Сбивчивые истории пойманных на дня в пьяных автолюбителей выслушала Алена Куколева. И вновь праздники не проходят без выпивки за рулем. Сотрудники госавтоинспекции в ходе рейда нетрезвый водитель выявили в Рязанской области 28 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Восемь из них были задержаны в Рязани. Содержание алкоголя 0,934 мг на литр. Посмотрите, пожалуйста, внимательно понятые. А вы собственник транспортного средства? А вы знали, что водитель управлял вашим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения? Нет. Только штрафы и лишение прав – это наименьший из зол, который влекут за собой алкоголь за рулем. Это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Я передаю слово своему коллеге Евгению Зызину. В студии программы «Подробности» он встретился с самым известным рязанским путешественником и исследователем наших дней Михаилом Малаховым. Оставайтесь с нами и до новой встречи в эфире. Уважаемые жители города, Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии, в том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40. 40 20 40. Редактор субтитров А.Семкин